Всем доброе испанское утро. Это ж уже поела, не доела, сидит просит ещё еду. Какую тебе ещё еду положить? Так, мой аппетитный завтрак. Бутербродики с этим сальмоном, с лососем, авокадо и чаёк. Всё, я буду завтракать. Всем приятного аппетита. Так и на десерт я съем, наверное, мандаринку. Они уже давно лежат. Начинают вять. Вот эту мандаринку съем. Вот такой мой будет вкусный аппетитный завтрак. Да? Скажи, всем приятного аппетита. Что-то взгляд не очень тебя доволен, да? Смотрите, сколько еды. И сухой корм, и такой положили. Да. И мало, мало моей кошечки еды. Всем привет. А я уже приехала в бассейн. И зашла за водой. Тут магазинчик на углу. Забыла дома воду. Так летела в бассейн. И тут пришла женщина и говорит, лето, лето зимой. И парень пошутил, да, надо быть подготовленным по испанским препарату. То есть надо иметь и зонтик, и куртку, и бикини. На Тенерифе. Да, такая погода с утра у нас в лагуне была пасмурно. Думала, что пойдет дождь. Думала, что целый день будет такая погода. Я уже была раскисла. И не было у меня силы и энергии. Но буквально полчаса назад выглянуло солнце. И мне стало на душе веселее. И я взяла в руки, руку в камеру. камеру в руки. И начала снимать. Я вам вчера говорила, что у меня по плану бассейн. Все-таки я нашла в себе силу. Час дня. Попозже приехала. Что с утра пока раскачалась. Позавтракали. Вот загрузила видео на канал. И хочу сейчас произнести мою любимую фразу. Работа, работа, опередина Федота. Что вы ко мне пристали с той работой. Я же уже миллион раз сказала, что я не хочу работать. Если что-то экстренно случится в моей жизни, пойду работать. Но опять же, даже скорее всего вернусь в Беларусь. А мне прочно идти работать. Потому что здесь я не вижу возможности ходить здесь и работать. Потому что ее нет этой работы. Это надо через каких-то суперзнакомых устраиваться на работу. Ну и изначально у меня было желание идти на работу. Как только я приехала. Но потом со мной случился трон. И вообще, как бы, где-то на подсосательном уровне я выходила, конечно, замуж, чтобы муж обо мне заботился. Но никак не ходить на работу. Для чего выходить замуж? Можно оставаться, так сказать, в одиноком состоянии. Жить в своей стране. Работать. И все. Смысл выходить замуж, перейти в другую страну. И там все начинать заново. То есть, почему я не могу строиться на работу? Потому что я здесь не котируюсь как работник. У меня нет ни образования местного. У меня нет ни опыта работы местного. Понимаете? Это мне сейчас надо все начинать с нуля. А я не хочу еще с нуля. Вот если поэтому ты ко мне забастовка. Мне предлагали идти работать официантом. На самом деле, это очень тяжелый физический труд. Я работала с трудовцом. Это тяжело официантом. Я предполагаю, что еще тяжелее. И это где-то даже более унизительно. Потому что люди разные, клиенты разные. Могут тебя и оскорбить, и унизить. Ну, короче, все в этом ключе. Продавец, по крайней мере, ты товар выложил. Через привал человек обслуживаешь. И то бывали инциденты в моей жизни. Вот. А официант, еще раз говорю, на ногах у меня варикоз. Что-то знали. То есть я на ногах не могу себе позволить тоже бегать. Там 8 часов, 12 часов смену. Почему я рассматриваю продавца? Потому что постоянное время у меня была такая работа. Я где-то выкладывала этого, где-то на касте. Вот такая смешанная работа. То есть на ногах. Вот, Павел, вот вы работали на ногах по 8 часов? Вот расскажите мне, что вы мне предлагаете официант того. Вот вы не работали официантом. И я предполагаю, что вы вообще физически никогда не работали. Поэтому, поэтому, не надо мне советовать такую работу, обасяка оплачиваемую. У меня пока есть что есть, где жить. Я за это каждый день благодарю Бога. Вот, и смысла у меня идти на работу не вижу. Убивать себя, убивать, гробить свое здоровье, качество жизни, ухудшать свое в минус. И почему я решила блогером быть? Ну, потому что я узнала, во-первых, сколько блогер зарабатывает. Во-вторых, у меня это хорошо получается. То есть я люблю болтать. Я фотогеничная на камеру. Да, на фото и на камеру. Потому что я смотрю по другим людям. Вот мы фотографируем кого-то. И некрасиво получается. Поэтому, почему нет? Почему нет? Почему вот не рассказывать о жизни в другой стране? Мне всегда было интересно знать, как люди живут в другой стране. Я тоже пошла свой этот бассейн. Пойду возвращаться. Солнышко облинуло, даже жарко. День это так прохладненько. А у нас будет стоять жарко. Я джинсы надела. Думала, куртку брать. Хорошо, что я не взяла. Я пойду плавать. И дальше продолжим нашу дискуссию по поводу работы. Что я поплавал. Сейчас на остановку жду автобус через тренинг этот автобус. И хотела обсудить с вами, продолжить тему этого официанта. Во-первых, мой муж еще не хочет вообще категорически, чтобы я работала официантом. И вот я сейчас прохожу мимо этих баров и пахнет едой. Мне с едой нельзя работать. Тоже категорически нельзя. Потому что я поправлюсь. Когда я работала на колбасе, мне все время хотелось есть. Я все время ела какую-то там всю колбасу и отрезала себе там сосиску, мяско. Ну, когда пахнет едой или на хлебе, вот когда я работала тоже, то пирожное съешь, то булочку какую-то съешь. Мне категорически нельзя работать с едой. Чтоб вы понимали. Поэтому работа официанта для меня не как не подходит. Может быть еще продавца. Ну, потому что если выложил не в отделе работать, а вот выложил товар и все. И то хочется есть. Так что нет, ребята, официанта точно не для меня. Ну и в принципе, для чего нам нужны деньги? Чтобы жить в удовольствии, чтобы покупать какие-то вещи, позволять. Я сейчас живу намного лучше, чем я работала, вот работая в Беларуси. То, что я зарабатывала, я себе не могла ничего позволить, понимаете? И я сейчас живу круче, чем жила в Беларуси. Так зачем мне идти работать? Если мой муж мне все обеспечивает, обеспечивает мне еду, обеспечивает мне развлечения, зачем мне идти работать? Ребята, отстаньте от меня с этой работой, наконец-то уже. Я хочу заниматься любимым делом, потому что мне приносит удовольствие снимать видео. Да, два года я бесплатно это делала, сейчас мне платят хоть какие-то деньги, за которые я могу сходить на кофе с подружкой, купить себе колготки. Ну, то есть на такой минимум, который вот я, девочка, нуждаюсь, я себе уже могу обеспечить. И я надеюсь, что это начало моего успешного пути, моей блогерской карьеры. Почему нет? Многие, как сказать, есть люди-экстраверты и интроверты, которые показывают свою жизнь, которые не показывают. Я всегда, мне всегда нравилось фотографировать, выставлять фотографии в соцсетях. Почему я не могу сейчас это монетизировать? Почему я вот выставляю свою жизнь, не могу на этом зарабатывать, если мне это нравится делать? Поэтому я это и делаю, да. Всем огромное спасибо, которым нравится смотреть мою жизнь. Огромное спасибо Ирине за ее такой благородный комментарий, который она мне написала. Мы его обсудим чуть позже. Все-таки умеет человек красиво, так сказать, высказывать свои мысли. Вы такой благородный человек. Не каждому дано быть таким благородным человеком. Даже я. Даже я не такой благородный человек. И мне очень приятно, что у меня есть такие благородные люди на канале. Приехала в свой красивый дворик. Еще был комментарий по подокожанной куртке. Да, я тоже за кожу, мне тоже нравятся натуральные кожаные вещи. Но по деньгам пока это дороговато. То есть не скажу, что я не могу себе это позволить. Но, блин, я могу купить куртку и очки за эти деньги. Солнечные. Солнцезащитные. Мне нужны солнцезащитные очки в первую очередь. А куртка это так, знаете, у нас сами видите, я майки. То есть за зиму одеть пару раз и от 200 евро. Ну такое себе. Когда будет у меня целая куча денег, тогда можно и кожаную куртку. И вообще я хотела сказать, что вот эти мои хейтеры, которые остались. Павел, Гид Хайт, не знаю как правильно говорится. Они на самом деле не злые. Да. Они мне вроде как бы какую-то активность хотят сделать на канале. Это же видно. Потому что если бы людям было все равно, они мне не писали комментарии. Не столько они хотят высказать свое фи, как хотят мне помочь. И все это я понимаю, дорогие мои любимые. Стали как-то более аккуратно в выражениях своих. Поменьше негатива, поменьше оскорблений. Можете продолжать в том же духе. Такой хейт мне нравится. Засниму, как я тебя вижу в маечке. Белый такой, в джинсах. Ой, все, голодная. Хочу есть. Жутко. У нас не будет простятский супер обед. Я хочу макароны с сыром сварить себе. Вот так выглядит наш супер простой обед. Макароны с сыром я уже перемешала. Эта ветчина. У меня помидорки, сыр, спаржу еще есть. И выпьем по бокалу белого вина. Все, всем наиприятнейшего аппетита. А у нас уже вечерочки-вечерок. Беру эту посуду. Выкидывать стекло надо отдельно. И иду в магазин. Завтра у меня будут в гостях маленькие гости. Придут ко мне. Детки конфетки. Поэтому я голову ломаю, чтобы приготовить. И решила приготовить пиццу. Ни разу не готовила. Ну, в Бресте готовила. А здесь еще в духовке ни разу не готовила. А то хочу на дрожжевом тесте сделать пиццу. Я думаю, детям понравится. Вообще мы договорились, что я буду делать раники. Может и раники еще приготовлю. Так меня видно, не видно. Так что отправляюсь в Меркадону. Накрасила губы красной помадой. И что хотела еще сказать. И может пойду посмотрю еще очки. Еще не решила. Как бы в принципе я хотела еще раз поехать в Пуэрту. Сегодня, кстати, хотела поехать. Но так как уже поздно. Решила только по лагуне прогуляться. Пойду поем чуррус. И зайду в Меркадону за покупками. Все. Пойдем гулять дальше по лагуне. Я понимаю, что всем понравились съемки вчера на пляже. Но я не могу часто ездить на пляже. Это очень далеко. И мне лень туда ездить. Вот такая я лентяйка-разлентяйка. Кстати, на улице не скажу, что холодно, но ветер. Я надела свою черную куртку. И да, на пляж. В ту сторону мне полтора часа добираться. Туда, обратно. Не знаю. Ну раз в неделю можно ездить. Но не каждый день. Вот когда мы раньше жили в поселке на побережье. Да, тогда я могла снимать почаще побережье. Этот океан. А сейчас нет. Уже не наездишься. Уже приходится жить в городе. Ну, в принципе, мне и нравится жить больше в городе, чем на побережье. Приехал мой трамвай. Все. Поднимаясь с центра лагона, мне буквально три остановки ехать. Сейчас выходил из трамвай. Такой прикол. Слушайте, я нажала, чтобы выходить. И девочка прется, чтобы выйти. Но она жала, чтобы себе выходить, а не ей. Ёб твою мать. Ну, что за люди. Кстати, канарцы, не знаю, как испанцы. Они вообще невоспитанные. Многие ставят эти стулья, что говорю, ноги на стулья. Жесть. А какой-то, так сказать, культурности, услужливости. Очень сложно разговаривать вообще здесь. У нас, по крайней мере, в лагуне. Я не знаю, как там, наверное, матриковая часть Испания. Они как бы не ругаются, но, блин, все такие тоже. Себе на уме, скажем так. Никто особо тоже тебе там не кинется помогать. Да, я иду. Вот иду, и не за куда иду. Я за Меркадону и за очками. Наверное, за очками сразу пойду. Может, и закроется, там, 7 часов. Иду за очками. Пока иду за очками. Спасибо, собственно, на тему своего блогерства. Почему я решила стать блогером? Ну, во-первых, потому что блогеры много зарабатывают. Я когда узнала, что они зарабатывают, у меня челюсть отвисла вот так. И я решила, что я тоже хочу столько же зарабатывать. Но посмотрела по статистику по Тонарифе вчера, что начинающие блогеры мне писали, что я 3 года ничего не зарабатываю. Многие тоже снимают. Если не регулярно снимать, то и за 2 года люди не набирают 1000 подписчиков. Да, какие-то есть просмотры. Чтобы вы понимали, набрать 1000 подписчиков очень сложно. Очень. Потом уже быстрее. Потом уже где-то быстрее сделала. Но набрать первые 1000 подписчиков, это реально очень сложно. Так вот, у меня было два варианта работы, когда я приеду сюда на Тонарифе. Или идти работать в Меркадону. Меня никто не берет. Я уже раз 5 отправляла резюме. И три раза получала отказ. Вот. Или же заниматься блогерством. Быть блогером, снимать вам виды Тонарифа красивые. Ну, я поняла, что просто красивых видов Тонарифа мало. Понимаете? У меня нет просмотров. Если я снимаю вам пляж, у меня 300 просмотров. Все. Если же я вам какой-то рассказываю трэш, то есть без личности блогера, без личной истории никак. Зритель должен быть заинтересован. Знаешь, он зашел там раз-два посмотрел красивый вид Тонарифа и вышел. А его что должно зацепить? Его должна зацепить личность. Такая, как я. Такая интересная, разносторонняя. И смотри, какой интересный магазин. Шоп. Секси-шоп. Секс-шоп вот так называется. И что я хотела сказать, что я решила, что в принципе мои же друзья со мной дружат много лет. И мне интересно со мной общаться. Поэтому и будет интересно моим зрителям слушать меня. Да? Мой бред. Мой бред, мои интересные истории жизни. О моем житве быть это. О Тонарифе. О Тонарифе не значит, что все так живут. Я уверена, что многие живут лучше. Ну, по крайней мере, по-другому. Вот. Но я вам рассказываю, как рассказала Ирина, заметила сегодня, с Питера. Кстати, в Питере вот реально у нас такие культурные люди, благородные люди. Вот сколько их я знаю. И все благородные. Влияют Питера на людей. Так вот, она заметила, что я открыла вам свою жизнь. Реально делюсь частичкой своей жизнью. Меня об этом никто не просил, не заставлял. Мне нравится само это делать. Вот. Вы мои гости на моем канале. Мои друзья. Вот. Я такой искренний открытый человек. Потому что со всеми друзьями я очень искренне всем стараюсь помочь, принять по полной программе, как у меня получается, в силу моих финансовых возможностей. Так что и на своем канале я стараюсь вам уделить максимум внимания, максимум уважения дать, максимум любви, каких-то советов, поддержки. Ну, короче, всем и мои друзья. Вот так как-то. Минус лагуны, что здесь не видно вообще закатов. Ну, вообще не видно. Надо выходить на открытое пространство, чтобы заснять красивый закат. Вот в пункте были шикарные закаты. А здесь никак. Все. Идем в магазин за очками. Сейчас так прикольно было. Я иду по этим витринам засматриваюсь. Женщина идет. Куда? Куда? Думаю, что она? А она идет с этими сумками, чтобы было ей где пройти. Включить меня, типа, осторожно, осторожно. Все, подхожу к магазину уже с очками. Что-то мне подсказало, что я прошла этот магазин. Так и есть. Вот сзади вывеска с очками. Может, он был закрыт. Почему я его прошла? Да, смотрите. Мне судьба. Значит, поеду в Пуэрто еще. Закрыто. До шести часов работать. Сейчас сниму вам этот график работы. До шести. Я так и думала, что мне надо целый день работать. Не закрываться на сиесту. С десяти до шести. Все. Приду в другой день. И здесь сразу напротив Меркадона. Не знаю, идти в магазин или еще прогуляться по лагуне. Мера, я пойду прогуляюсь по лагуне еще. А потом приеду за покупками. Какие красивые собаки. Огромная собака. Три. Не знаю. Этого мальчика или он просто их выгуливает. Ну, прикольные собаки. Мой муж сегодня рассказал, что вот у этой медсестры, куда он ходит на реабилитацию, она рассказала, что у нее пять собак. Пять собак и кошка. Представляете? Сколько надо денег? Стратить на этих животных, этих питомцев всю зарплату. Она говорит, что нет, что они тратят всю зарплату. Но пять собак. Представляете? Пять собак. Мне кажется, одна собака это много. Ну, как бы она может быть. Но пять собак. Это очень много. Пишите в комментариях, есть у вас какие-то домашние питомцы. У нас вот кошка. Я в детстве мечтала иметь собаку. Но сейчас вот мне запах псины. Ну, никак. Я его не люблю, не переношу. Вот чью-то собаку могу покладить. А себе, чтобы вот займить, то нет. Я такого счастья не хочу. Думаю, мне этой кошки хватает, этой жерсти. А собак еще больше. Ох, да. Люблю собак на расстоянии, называется. Хотя сама по знаку зодиака собака. Ну, не знак зодиака, а году рождения я собака. Большой минус иметь собаку в городе, что здесь видите, везде тротуары. Тротуары, асфальт, здесь нету земли и песка. То есть они писают и какают прямо вот этот тротуар. Ну, какашки вроде как бы должны люди убирать. Но не всегда они их убирают. В прошлом видео я вам снимала, чтобы прямо вот на асфальте было говно. Ну, и писию тоже. Кто-то смывает, кто-то не смывает. Короче, да, бедные собаки и бедные люди потом ходят по этим какашкам и стулям. Вообще идея была поесть чурос. 7 часов. Но мне и слезы, если не хочется. Пойду узнаю какая там порция. Может пол порции можно. Потому что если порция 6 штук, то можно половину попросить 3 штуки. Пойду узнаю. Вот я в порции ела, у меня в порцию дали 4 штучки. То я съела. Ну, как бы я как честно елась, то мне 4 будет много. Но очень хочется чурос. Пойду узнаю какая у них порция. Нашла я чурос по 2,5 евро. 6 штучек. Тоненькие, маленькие. Но все-таки я не буду. Приду домой попью кефира. Все. Не буду на ночь наедаться. В следующий раз обязательно приду. Здесь была такая очередь на Рождество. Здесь было не пробиться просто. Сейчас пусто. Ну, как бы есть внутри люди. Но не такой ажиотаж, как было на Рождество и Новый год. Мои покупочки с Меркадоны. Буду показывать дома. А сейчас расскажу, где я была. Дошла еще в один магазин с очками. Хорошие были модели. Не снимала, потому что играла музыка. Думаю, ладно. И мне понравилась большая модель. И стоит 60-65 евро. Одни и вторые. Единственное, что стекло не коричневое, а черное. Так вот, я приду в понедельник с мужем, надеюсь. И пример вместе с ним. Вот это было мне снять. Вот иногда, знаете, вот я стесняюсь. Вот казалось бы, за всю мою вот такую непрошибаемость, непрошибимость, не... Не прошибай, не прошиб. Короче, не знаю. Непробиваемость, наверное, вот такое слово. Все равно у меня бывают комплексы, и я стесняюсь поснимать себя в магазине. Я стесняюсь людей попросить что-то. Вот. И такое бывает. Чаще, конечно, мне все равно. Я иду напролом. Но бывают такие моменты, когда я стесняюсь снимать. Так что уж вы меня простите и извините. И два слова про мой русский язык. Он никогда не был прекрасным. У меня всегда были ошибки в речи. Потому что я родом из Белоруссии. И рядом Украина, да. Там у нас вообще тарасянка. Как и прочим испанский. Никогда не был перфекто. Но, тем не менее, вы меня понимаете. Да, мне даже кажется, это такая особенность моей речи. У меня очень много таких жиши, вот такое все свистящее. Поэтому уж простите и извините, кто меня смотрит в России. У меня неграмотная речь. И от того, что вы будете меня поправлять, вы можете это делать. Я не стану говорить грамотно. Я продолжу говорить в том же ключе, как и разговариваю. Хотите смотрите, хотите нет. Но, как говорится, дело ваше. А я уже какая есть. Но придется только мне принимать такую, какая есть. Моей хорошей, моей любимой. Я же вас всех люблю. Так что простите мне, мой безграмотный русский язык. Я же дома сейчас покажу быстренько покупочки. И заодно цены. Кстати, в Испании все дешево. Причите, как у нас в Беларуси стоит. Вот сейчас сами видите, давно не показывала вам цены. Тут у меня маленькая покупка, но все равно. Вот смотрите, купила чипсики. Такие эти палочки деткам. Мука на пиццу. Дрожжи на пиццу. Сыр на пиццу. Колбаса у меня есть. Майонез купила. И помидорки. И сметану, если будем делать раники. И по ценам. Вот этот сыр, который получается евро 90. По-моему, 6 евро за килограмм. Мука 73 цента. Сметана евро 10. Майонез евро 20. Так, что тут еще? Так, дрожжи 45 центов. Вот эти штучки 70 центов. Так, и этот чипсы еврик. И получается помидоры 2 евро. Евро 50. Вот за это я отдала 700 грамм. Вот такая у меня покупочка. На 8 евро. На полу. А ты что уже ждешь? Ты уже еду ждешь? У нее здесь пусто. Надо накладывать еду. Да, красавица моя. Будем кормиться. Я тоже буду пить кефир. Садиться монтировать видео. Почитаю еще комментарии. Можно на что-то не ответила. Всем огромное спасибо за вашу обратную связь. За вашу активность на моем канале. За ваши лайки. За вашу подписку. Я очень еще расскажу, что я вас всех люблю. Обнимаю целую. Да, не забываем за донаты. За донаты. Мне разрешили. Мне разрешили рекламировать донат. В недавящей форме. Так что кому не жалко. Позолотите ручку. Порадуйте любимого блогера. Что я зря стараюсь. Так что отправляем донат. То есть заходите в комментарии. И там такое сердечко со знаком доллара. Эта функция называется супер спасибо. Через нее можно поблагодарить любимого блогера. Все. Сейчас точно прощаюсь. Всем огромное спасибо, что вы есть у меня. Я у вас. Я вас всех люблю. Обнимаю. Целую. Всем до скорого. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok